Это один из самых древнейших рецептов. Изделия из такого теста выпекаются во всём мире. При желании можно получить фила, тонкая, как бумага, и сделать турецкую ювку или приготовить молдавские планциды. Из такого теста готовить болгарскую баницу или австрийский яблочный штрудель. Принцип один. Меняется только вид масла, жидкость и замес. Для приготовления нам понадобится пшеничная мука высшего сорта 230 г в тесто и 30 г на подпыл. Вода тёплая 120 мл, масло растительное 80 мл, сахар 10 г и 3 г соли. Влейте в миску тёплую воду, растворите соль и сахар. Добавьте растительное масло и муку. Замешивайте тесто. Выложите на рабочую поверхность и вымешивайте 2-3 минуты. Периодически подпыляя рабочую поверхность мукой. Муки берите ровно столько, сколько указано в рецепте. Получится мягкое тесто, не прилипающее к столу и к рукам. Подкатайте его в шар, накройте плёнкой и уберите на 30 минут тёплое место. За это время образуется клейковина. Она придаёт тесту эластичность и вы сможете его вытягивать до такого состояния, как сами захотите. Растойное тесто разделите на кусочки 50-60 г. и подкатайте в шар, накройте плёнкой. Если вы захотите сделать пирожки, похожие на слоёное тесто, поверх нужно смазать растительным или сливочным маслом топлёным. Тесто очень просто делается. Получается прекрасная выпечка из него. Если видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, делайте сами вытяжное тесто или покупайте филло готовое. Мне будет интересно. С вами была Елена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!